О строительстве Ледового дворца и форуме волонтеров, о встрече молодежи с героем России и о бюджете Губкинского расскажем сегодня в программе «Неделя в городе». Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это в будущем, а пока на арене вместо льда песок и главные герои не спортсмены, а строители. 61 работник работает. Идет устройство перегородок, каменная окладка, идет штукатуривание, идут работы индивидуально в тепловых узлах, покраска, монтаж, сборка гребенок. Ну и также монтаж металлоконструкции покровли на отметке 11, 200 и 16, 700. Также идут фасадные работы, монтаж в кассет, гидроведромембраны. Поэтому все как у муравейники здесь крутится. Первая задача – это в течение 10 дней подать тепло на объект, для того, чтобы внутренние работы отделочные уже выполнялись, черновые внутренние работы. После черновых внутренних работ будет выполняться оснащение этого объекта инженерными коммуникациями. Это вентиляция, электроснабжение, ну и также тепловые сети, сети водоснабжения, водоотведения. Прокладка коммуникаций на финишной прямой. Границы земельного участка ресурсники выполнили свои обязательства, довели, соответственно, осталось застройщикам уже состыковаться и подать тепло непосредственно на объект. В принципе, как бы все готово, это основная часть работы, на процентов 95 она уже готова. Холодную часть вот эту, где у нас ледовый манеж будет, на нее тепло подавать не будем. В январе месяце будут закончены работы по выполнению кровли над этим объектом и продолжится потом уже внутренняя отделка. А в помещении, где будут расположены тренажерный зал, медицинский кабинет, сауна, раздевалки, тренерские, прокат коньков и другие, всего их более 50, идут черновые работы. Сдать объект планируется в следующем году. Почти ли память неизвестного солдата? Статья по таким заголовкам на первой полосе Губкинской недели. Также в номере о выставке в форуме «Россия» на ВДНХ ее посетил глава государства. В частности, Владимир Путин побывал в павильоне с экспозицией «Движение первых», прогулялся по залу «Патриотизм». В рамках форума гражданского участия «Мы вместе» президент наградил победителя одноименной премии, цитата, «39 тысяч заявок из 95 стран. Это огромная армия добровольцев, которая нашу страну называет страной добровольцев», отметил лидер России Владимир Путин на церемонии награждения. Глава государства добавил, что четверть страны участвует в тех или иных волонтерских проектах. В традиции, в культуре народов Российской Федерации чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования нашей страны. Передается из поколения в поколение. Вы работаете практически во всех сферах жизни нашего общества. Это и здравоохранение, и экология, и образование. Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну. Президент вручил премию «Волонтер года» Натальи Аминевой из Воронежа. Она создала детский экологический отряд «Юнаты» из Ростка, а также вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам спецоперации. Напомним, штабы «Мы вместе» работают по всей стране. В Губкинском он находится в 4-м микрорайоне, дом 24, цокольный этаж детского сада «Сказка». Принести гуманитарную помощь для наших бойцов могут все желающие, а волонтеры при необходимости помогут всем нуждающимся семьям участников СВО. Обратиться можно и по телефону 30270. Добавим, что форум в Москве посетила и волонтер из Губкинского Виталия Тимохина, руководитель фонда «Дорогами добра с Ямала». А в Губкинском в День волонтера в России стартовал добровольческий фестиваль. Он проходил в молодежном центре «Современник». Всего участие в нем приняли около 100 человек. Открыл фестиваль глава города Андрей Бондурко. Это неотъемлемая часть общественной жизни нашего города. Для этого мы создаем все необходимые услуги для развития этого движения в нашем городе. Заслуженно губкинские волонтеры считаются лучшими не только на Ямале, но и за его пределами. И это вы доказываете своими делами каждый день. Фестиваль «Доброслет» начался с командной игры в формате квиза. Далее губкинская молодежь участвовала в тренингах, образовательных программах и творческих мастер-классах. Везде плечом к плечу добровольцы со стажем и те, кто только что решил стать волонтером. Мы делимся также опытом у детей, чего мы не знаем. Также что-то передаем детям, которые впоследствии им пригодятся наши знания. Стать волонтером – это нужно не просто перевести бабушку через дорогу, а для того, чтобы считать себя полноценным волонтером, необходимо в первую очередь начать с регистрации на сайте Добро.ру. Ваши деятельности в рамках этого сайта отображаются в вашем личном кабинете госуслуг. Надо ли делать хорошие дела? Конечно, надо. Хорошие дела потом всегда возвращаются бумерандом. И все, что ты сделал хорошее в жизни, все всегда тебе вернется в многократном размере. Например, своеобразные бонусные карты. Их получат самые активные волонтеры. Это мощнейший стимул, во-первых. Во-вторых, здесь надо сказать, что у нас волонтеры не работают ради чего-то. Но это бонус. Это шикарный бонус. И мы на молодежном форуме обязательно подведем итоги. И экспертная комиссия во главе с главой города выберут 10 самых лучших волонтеров. Карта волонтера дает возможность губкинским добровольцам получать скидки в магазинах и различных учреждениях. А имена 10 самых активных добровольцев мы узнаем в апреле на молодежном форуме. В медицине, культуре, экологии, социальной сфере и других направлениях. Сфера деятельности волонтерства широка. На сегодняшний день в Губкинском почти 4 тысячи добровольцев. Организаторы уверены, что после этого фестиваля их станет намного больше. Цифра недели – 564 миллиона рублей. На эту сумму увеличится бюджет Губкинского в 2024 по сравнению с этим годом. Цифры озвучили на публичных слушаниях, куда был вынесен проект бюджета Губкинского на следующий год и плановый период 2025 и 2026 годов. Сохраняет бюджет свою социальную направленность. Это порядка 60% на социальные расходы. Также в бюджете предусмотрено завершение строительства наших объектов, которые настроятся на выполнение всех принятых обязательств, социальных в первую очередь. Также предусмотрены средства на развитие, то есть и на капремонт и дорог, на строительство инфраструктуры нашего города, чтобы нашим жителям жилось комфортно и хорошо. В 2024 будут реализовываться 12 муниципальных программ. Дополнительно предусмотрены средства на индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы, организацию питания в образовательных учреждениях, индексацию коммунальных и других расходов учреждений соцсферы для обеспечения их функционирования. В настоящее время проект главного финансового документа рассмотрели депутаты Думы Губкинского. Еще одни публичные слушания состоялись по проекту застройки 7-го микрорайона. В скором времени он значительно поменяет свой облик. Новые инженерные коммуникации, дворовые пространства, зоны для прогулок, занятий спортом и отдыха и, конечно же, новые жилые дома. Сейчас в 7-м микрорайоне непригодными для проживания признаны 12 общежитий и 27 двухэтажных домов. Это почти 37 тысяч квадратных метров. На их месте планируется возвести 7 четырехэтажных многоквартирных домов общей площадью чуть более 54 тысяч квадратных метров. В результате планировочных решений облечения общего жилищного фонда по отношению к существующему составит 39%. Общая проектная численность населения составит и ориентировочно 1797 человек. В проекте учтена каждая деталь, чтобы жители новых домов 7-го микрорайона чувствовали себя максимально комфортно. В каждой квартире предусмотрено как минимум одно машиноместо. Хорошая транспортная доступность, наличие остановок общественного транспорта. Не забыли и про юных горожан. На месте детского сада «Теремок», который сегодня посещают 140 ребят, будет открыт новый на 240 мест. Тринадцать – его любимая цифра. Двенадцать – количество эпизодов в наградном листе, за каждое из которых можно давать героя России. Эту высокую награду он получил 20 лет назад в Кремле из рук президента. Тогда же и случился конфуз. От волнения забыл свою фамилию. Должен был представиться – полковник такой-то для получения награды прибыл. А смог лишь несколько раз выдавить – полковник прибыл, полковник прибыл. И вот накануне полковник Родобольский прибыл в Губкинский. Он принял участие в ряде мероприятий, приуроченных ко дню неизвестного солдата. Вместе с главой города Андреем Бондурко, депутатом Заксобрания округа Виктором Казариным и другими горожанами возложил цветы к вечному огню на площади воинской славы. А еще совершил экскурсию по музею освоения Севера, встретился с городской молодежью в военно-патриотическом клубе. Имя Игоря Родобольского в книге рекордов вооруженных сил России. Он самый титулованный офицер, имеющий квалификацию летчика-снайпера. Прошел три войны – афганскую и две чеченских. Мне почему-то во всех боевых вылетах везло. Раз я жив остался, значит, везло. Видимо, кто-то за мной с неба смотрел и вел меня. На счету почти две тысячи боевых вылетов. Его вертолет подбивали трижды. В 2000 году ранили. Гранатометр выстрелил вертолет, он попадает в бронеплитон, как раз сбоку от командирского сидения. Разбивает ее, осколок пробивает, блистер стеклянный, и мне шарах. Ну, плашмя, слава богу. Если бы вот так, я бы без руки сидел. Зачастую боевые вылеты проходили в сложных метеорологических условиях, затрудняли положение и обстрелы с земли. Его Ми-8 обстреливали с автоматов и пулеметов, но он всегда возвращал машину на базу. С пробитым топливным баком, простреленным корпусом, с оторванными частями лопастей. Но не это самое страшное, говорит герой России Игорь Родобольский. Самое страшное было в 1995-м, когда ввел из Грозного вертолет битком, забитый грузом-200. Страшно было, как смотреть на руси. И жалко, естественно. Ребята, мы могли. А бактейны срочно, срочно уходим. Всегда стоять на защите Родины, быть отважным и смелым, учил Игорь Олеговича дед. Он всегда был для него примером. Сегодня сам Игорь Родобольский является образцом для подрастающего поколения. Более 10 лет назад он создал и руководит Центром патриотического воспитания. Часто встречается с молодежью в других регионах страны. Это продвигает патриотизм в детях. У тебя появилось желание тоже заняться военной службой? Может быть, ты хочешь тоже стать героем? Да, конечно, героем. Все хотят, думаю, стать. Это гордость России, страны, Родины. Он с гордостью и честью рассказывал об этом. Чтобы будущее поколение знало о прошлом, гордилось этим и передавало другим поколениям. И у наших губкинских детей тоже есть возможность познакомиться с таким выдающимся человеком. От него лично узнать о страшных боях, о мужестве и отваге героя и его сослуживцев. Чтобы знать и помнить, гордиться историей Родины и ее людьми. В рубрике «Дата недели» о Международном дне инвалидов его основная цель – защитить права таких людей, расширить их возможности участия в жизни общества. В Губкинском этому направлению деятельности уделяется особое внимание. И душа, и сердце, и физические возможности, и организационные возможности, и правовые здесь на особом счету. Дай Бог, чтобы было так всегда. В Губкинском к празднику провели ряд мероприятий. Например, мастер-классы, где гости изготовили поделки и шили мягкие игрушки. А также научились самомассажу, получили консультацию по вопросам возможности полиса ОМС, поиграли в игры и посетили островок здоровья, где измерили артериальное и глазное давление, уровень сахара в крови и холестерин. А еще получили заключение врача и психологическую поддержку от специалиста по ментальному здоровью. С недавнего времени в центре Елена впервые на Эмали реализуется инновационная программа «Реабилитационный фиксатор». Благодаря ей люди с ОВЗ социализируются в быту. Как родители хочу отметить, что вот это новое направление деятельности очень важно, как для нас родителей, так и для наших деток, потому что самая большая проблема для них – это научиться жить самостоятельно. Для них это очень непросто. Проект рассчитан на работу в паре. Молодой инвалид, у которого есть базовые навыки, выступает в роли педагога, а ребенок с ОВЗ, которому еще только нужно получить знания в самообслуживании, в роли ученика. Молодые инвалиды у нас сначала диагностируются, то есть определяется уровень их навыков, умений. Если он не достает, например, мы их дообучаем. Потом непосредственно выбираем несовершеннолетнего ребенка, также по результатам диагностики, и они совместно работают. Молодой инвалид, как в качестве волонтера, помогает несовершеннолетнему, то есть получать навыки, закреплять эти навыки, фиксировать. Молодых людей с ОВЗ, заинтересованных в подготовке к самостоятельной жизни, приглашают на занятия в Елену. Оставить заявку можно по телефону 2-70-77. А юные ребята с ОВЗ, которые занимаются в Губкинской инклюзивной театральной лаборатории в Ритме, она действует на базе Дворца культуры «Нефтяник», в подарок получили новое оборудование – гимнастические маты, хореографические коврики, ткани для костюмов и интерактивный пол. Нужно наступить на шарик, и если ты не наступишь, то он лопнет. Оборудование закупили на средства гранта от компании «Газпромдобыча Ноябрьск». Забота о подрастающем поколении – одно из приоритетных направлений социальной политики общества. С 2010 года компания проводит конкурс грантов и оказывает поддержку социально значимым инициативам. Каждый год наша компания при подведении итогов становится победителями подобных проектов, как минимум шесть проектов. И сегодняшний грант – это 86-й по счету. Да, это очень важно для нас. И в следующий год, в январе месяце, мы откроем двери для новых проектов. А на сегодня все. До встречи в программе «Неделя в городе». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!